Расскажите немножко о себе. Где вы учились, где вы жили, кем работали, как на жизнь зарабатывали? Училась в самой школы. Изначально в 4-й школе, потому что мы жили у бабушки на Алтайской. Потом переехали на Кулагино. В 34-й школе я училась, я её заканчивала. После некоторое время я училась на историческом факультете, педагогическом университете. Ну, учёба у меня там не пошла, мне не понравилось. Потом я пошла в педколледж, окончила педколледж, но уходила в декрет, потому что Андрюшка забеременела. Ну, потом восстановилась, окончила, и потом пошла учиться в педуниверситет, но уже на заочной. То есть и в 16-м году я его закончила, в 15-м году я его закончила. Вы работали по профессии, если нет, то где работали? Недолго я работала, работала в 40-й школе, мы вместе с Крыловой там работали недолгое время. Ну, оттуда я ушла. А Света в вашей жизни как появилась? Вы вместе учились, вы были знакомы? Ну, мы в педколледже с ней познакомились, учились в одной группе. То есть на какое-то время наша связь тоже прерывалась, наше знакомство, потому что она уходила сама из педколледжа. И потом она уже вышла замуж, я была беременна, где-то на шестом месяце я уже, наверное, была. И она снова вышла на связь, сказала, что она восстановилась, и по учебе мы сначала начали общаться. Ну, потом отношения все ближе и ближе становились. То есть мы знакомы уже 10 лет, с момента поступления. Вопрос, который вот, естественно, возникает и невозможно его не задать. Вот как на жизни, чем зарабатывали? У меня был неофициальный заработок, помогали со стороны. Естественно, у меня были мужчины, с которыми я встречалась. Ну, официально я замуж не выходила, ни за Михаила, ни за кого-либо-то еще. Но официально я не работала. Ваша мама, вот, вы, наверное, знаете, что мы с ней встречали, записывали большое интервью. Она говорила, что когда Андрей пошел в первый класс, вы его изначально отдали в интернат. Да. Почему? Ситуация складывалась так, что мы уже на тот момент жили со Светланой. То есть мы начали вместе проживать, грубо говоря, с мая 2015 года, потому что мы продали квартиру на Кулагина, на Войково шел ремонт. Ну, и вроде бы как Светлана любезно предложила пожить с ней. Все это время отношения были близкими, потому что она крестная Андрея, я крестная ее дочери Татьяны. То есть ничего такого в этом не видели ни я, ни она. Но потом начались разногласия. И очень напряженная обстановка была дома. И я решила, что у Андрея пока поучится в интернате. То есть интернат был не закрыт, а открыт. То есть в любое время, когда я хотела, я могла его забрать. По программе, по образованию посмотрела, вроде бы все устраивала, по условиям. То, что там постоянный контроль за ребятишками, воспитатели, учителя. И все-таки он со своими сверстниками и с ребятами постарше может общаться. Ну, для той ситуации, вот именно для нашего проживания, вот такого, и со Светланой, мы уже тогда переехали на Войково, я видела вот этот вариант, что так будет лучше. А вот конфликты, вы говорите, на какой почве они начались? А на любой абсолютно. Изначально, конечно, ситуация с тем, что я занимала у Светланы деньги на ремонт, на Войково. Все это было в дружеской форме. Как сможешь, так и отдашь. Но потом, естественно, я отдавала какими-то частями, то есть и крупными, и мелкими. Потом уже пошло, знаете, такое давление на то, что ты должна. Ну, ты же заняла, ты должна, ты же пока еще не отдаешь. Поэтому делать нужно так, как я говорю. Здесь еще дело в том, что я человек, наверное, мягко характерный. И, как казалось, что я очень сильно и легко поддаюсь влиянию чужому со стороны. То есть в лидеры я никогда не выбивалась ни в школе, ни где-то еще. То есть где-то в стороне и сама нуждалась в том, чтобы был лидер. И так получилось, что по стечению обстоятельств все складывалось. Так что Светлана взяла, можно сказать, верх. Именно до моей психологии. Хотя вот эта странная вещь психология, но она все-таки действительно есть. И когда человеку долго говорят, что он свинья, он правда захрюкает. Много лет у Светы, наверное, развивалось такое... Я не знаю, как сформулировать, но думаю, что вы сами знаете, что многие соседи говорят, что она очень агрессивный человек, очень властный человек. Да, это действительно так. Особенно это явно стало проявляться после рождения дочери. Начала набирать обороты, и из-за любой мелочи она могла просто вспылить и начать какой-то конфликт. Любая мелочь могла вывести из-за равновесия. Ну и потом я старалась на это не обращать внимания. Да, где-то, старалась ее оправдывать. Сама для себя. И получилось так, что несмотря на то, что мы друг другу никто, мы просто подруги, мы чужие люди, у нас нет родственников. Хотя на всех семейных праздниках их семья была, она была на всех семейных праздниках нашей семьи, по возможности. И получилось так, что я попала, термин такой, конечно, интересный, под домашнее насилие, под психологическое домашнее насилие, которое вылилось вот именно в это. И очень сложно было уйти из этого. И из этого состояния меня долго очень в СИЗО выводили. Потому что на самом деле было очень страшно. Хотя я этот страх объяснить не могу. К сожалению, поймет только тот человек, который когда-то был или находится в этом. Человек, который никогда не попадал под таком, он не поймет. У него будет очень много вопросов и очень много будет непонятно. Но страшно, не хватает сил. Не хватает сил уйти. Мы уходили, но мы возвращались. Несмотря на то, что мы уходили и на несколько дней. Но мы возвращались обратно. Потому что смелости не хватало. И вот из-за этого всего, из-за такой ситуации, я повторюсь, Андрея я отдала в школу-интернат. Потому что он был хотя бы на 5 дней, но он был огражден от этого. А потом, когда на татарскую квартиру купили, вроде бы уже к этому времени и она стала вести какое-то произошло затишье. Я это свожу к тому, что Андрея она не видела часто. То есть только суббота-воскресенье, с вечера-пятница. Не было раздражителя. То есть получается, что я удобный человек. Я всегда с ней рядом, абсолютно всегда, куда бы она ни направилась. И вроде бы и отказать не откажешь. Но тут же просят и с Таней где-то. Потому что они жили вдвоем. Никифоров приезжал обычно по вечерам, потому что он работает. Ну, вроде бы все поутихло. Я там еще по школе стала замечать, что Андрей, он умный мальчик. Просто учителя говорили, что он неусидчивый, потому что он уроки выполнял все раньше времени. И потом поняла, что там слабовата программа. Когда он проучился некоторое время. И переехали на Татарскую. Узнала, что место есть в 12-й школе. И поэтому сразу же его перевела. Думала, все нормально. К тому времени и Крылова уже подыскивала какой-то вариант. Потому что не уживались мы вместе уже к этому моменту. Очень сильно. Очень сильное напряжение дома было. Поэтому я Андрея перевела. И теперь я понимаю, что я зря это сделала. Мама рассказывала про квартиры. Что была квартира на Кулагино. Если не ошибаюсь, то она была в свое время квартирой. Она была записана и на маму, и на Андрея. Потом вы покупали квартиру на Войково. А потом очень быстро и резко вы купили квартиру на Татарскую. Вот это часто смена адресов. И соседи тоже говорили, что вы где-то где-то на учебной. То есть она с чем была связана? На немножко предыстории. То есть на учебной жила Крылова. На Крылова жила Крылова. На Московском жила Крылова. То есть как наша собственность с Андреем, это было только Войково и Татарская. Переехали на Войково, когда закончен был ремонт. И нашли вариант на Татарской. И поэтому решили туда переехать. Ну и Светлана по-дружески опять же предложила не упускать такой вариант. Потому что вроде это отдельный дом, несмотря на то, что он находится в многоквартирном доме. Потому что вход отдельный, и вроде бы чувствуешь себя отдельно. И придомовая территория, и в центре города, и сам вариант неплохой. Ну, спустя какие-то уговоры, разговоры, я поняла, что да, это действительно хороший вариант. И нужно его брать. Получилось так, что на Кулагина Андрея и мама были 50 на 50 собственники. На Войково Андрею пришлось оформить чуть больше автоматическим. То есть она меня никак не смущала, потому что там квадратура была меньше. А на Татарской еще больше Андрею выделили долю, потому что там стоимость была меньше. То есть у каждой квартиры же своя есть, не только рыночная стоимость. И поэтому я оформила, не задумываясь даже на Андрея, потому что мы все равно, мы одна семья, мы вместе. Ну, когда я сказала об этом, когда я ходила в органы опеки, как-то Крылова отреагировала так, что вроде бы как, ну, в смысле на него больше. Ну, вот он вырастет и выгонит тебя из квартиры. Я говорю, ну, мы живем, может быть, у меня еще будет несколько квартир к этому времени, мы же не знаем. Ну, я не обратила на это внимания никаким образом, потому что меня этот факт вообще абсолютно никак не смущал. Просто хотелось улучшить жилищные условия. И для Андрея, и для себя, и для нас двоих. Крыловая, какая была выгода в том, что она вот давала деньги на ремонт, вот как-то помогала с переездами, вот, собственно, ей-то какая-то такая... Выгода? Я, конечно, не могу за нее сказать. Я могу только сказать, как мне кажется. Это какой-то домысел мой. То есть получается так, что... Приручить поближе, еще ближе, чтобы я не смогла сделать шага лишнего без напоминания о том, что я должна. А зачем ей это? А я еще раз повторяю, я удобный человек. Я могу сделать все. Могу быть рядом. В любое время дня и ночи. Это... Опять же, это... Это психология. Она нуждается. Если я могу быть одна. Одна в плане, когда никого из взрослых нет, да, рядом взрослых людей, то она этого не может. Ей нужен кто-то. Никифоров находится практически в таком же положении. Он также уходит, но он также возвращается. Несмотря на их конфликты, несмотря на очень конфликтные ситуации, даже так скажу. Она у него единственная семья или у него какая-то, как говорят, есть еще семья? Он в разводе. То есть насколько она может быть есть или нет, я не знаю. Но может быть сейчас есть. Но на тот момент вроде бы Светлана с Татьяной были его единственная семья, с которой он был все время. И она, тем не менее, предпочитала жить с вами, то есть он временно приезжал? Ей было удобно жить отдельно от него. И этому тоже есть причины, потому что она, если бы жила вместе с ним, не была бы свободным человеком и не могла бы делать то, чего она хочет. А что она хочет? Она хочет... Я даже, я просто не знаю, как вообще это сказать, можно или нельзя. Говорите, если что, вырежем потом. Она просто хочет иметь власть. А власть она может иметь только тогда, когда у нее есть деньги. Но Никифоров денег ей много, столько, сколько она хочет, дать не может. Он человек не бедный, говорят, у него какие-то... Возможно, и не бедный, и я этого не знаю. Да, какие-то средства он выделял и при покупке машин, но не половину суммы, не всю сумму. Также участвовал в строительстве дома, который строила она, для того, чтобы жить вдвоем с дочерью там. Это где-то... Это на Иуштинске. Нет, это в Томске, это Иуштинская улица. Но особо крупных денег именно на строительство нет такого. По крайней мере, я от нее этого не слышала, чтобы... Все равно, конечно же, она делилась многим, но я понимаю, что она делилась не всем. Только тем, что... Чего бы она хотела, чтобы я знала. А чем зарабатывала сама Крылова? Она ничем не зарабатывала. Она вас как-то использовала в коммерческих? В коммерческих нет. Она могла просто залезть в мой кошелек и взять оттуда деньги, если они там есть. Мы жили вместе, у нас был, можно сказать, общий кошелек. То есть мы за продуктами ездили вместе, за детской одеждой. Ездили вместе просто по магазинам. Ездили вместе. Все, что нужно, мы покупали вместе. То есть и... И где-то какие-то деньги общие, то есть... Мы не спрашивали. То есть даже в очереди, кто первый рассчитывается и так далее, не делили пополам, потому что ели все все равно из одного холодильника. Нет, просто... Просто есть мужчина, который ей помогает. Деньгами. Нет. Ну, Никифоров. Поэтому жить с Никифоровым на тот момент и было неудобно. Как сейчас, я, конечно же, не знаю, как это то время, которое я... Временно была недоступна, я не знаю. Но на тот момент было именно так. Даша, вот не могу не задать вопрос. То есть вот те адреса, где вы жили вместе, они вот сопровождались огромным количеством конфликтов. Да. В том числе и с соседями. И есть версия, в том числе и у соседей, что эти конфликты, они были специально спровоцированы, чтобы каким-то образом потом, ну, не знаю, может быть, там, довести дело до суда и там какие-то мировые отступные взять, и вот рассматривалось как вариант источника дохода. Это вот соответствует действительности? Опять же, мне об этом никто ничего не говорил. Да, у Крыловой были, насколько я знаю, три суда, три судебных заседания в мировом суде, то есть по трем разным людям. То есть она судилась за причиненные побои ею, им. Думаю, что нет. Здесь дело именно в агрессивности человека. В том просто, как он себя ведет. Паранойя. Я бы даже, наверное, так и назвала. Незадолго до февраля. Об этом я следователем тоже говорила. Не знаю, как они проверяли, не проверяли, то есть ничего об этом в деле в документах нет. Она обращалась в частную клинику к психиатру с проблемой того, как дословно, как она мне пришла и сказала о том, что я просто сказала, что мне кажется, что вокруг меня одни идиоты. На что я не помню, что психиатр ей сказал, и она сделала вывод о том, что она все-таки не поняла, это она к нему на прием сходила, или он к ней на прием пришел. Из-за вспышки, они спонтанные, всегда спонтанные, и никогда не знаешь, что будет через минуту. То есть как на самые простые вещи может отреагировать. То есть вот такие бытовые примеры. Если она разобьет кружку, то это нечаянно. И даже вообще внимания никто на это не обратит. Если кружку разобью я или Андрей, то мы безрукие и так далее. То есть вот такой пример, и вот из-за этого может возникнуть конфликт. Это на самом деле очень сложно, когда это каждый день и по нескольку раз в день. И потом уже, в конечном итоге, я действительно, я не знала все-таки, да, действительно, наверное, я криворукая. Криворукая. Наверное, я не умею разговаривать с людьми. Наверное, я ничего вообще не умею. И разубедить себя в этом я не могла, потому что тут же следом снова какой-то вот такой открытый намек. Что произошло все-таки 7 февраля? 7 февраля опять какая-то непонятная... Вообще, началось с самого утра. Нам с Андреем нужно было вставать пораньше, потому что, по ее мнению, Андрей ничего не умел, не умел ни читать, ни писать, вообще не разговаривать как нужно. Я думаю, что мы 7 лет свои проспали. И нам нужно как можно больше, как можно раньше вставать, как можно позже ложиться и все это время проводить занятия в работе над собой. Мои какие-то доводы, грамоты Андрея, которые лежали у нас из детского сада, когда он участвовал практически во всех конкурсах, которые садик организовывал, абсолютно никак не действовали. Не действовали также. Не нравились и мои методы воспитания, потому что я старалась как-то договориться, как-то выяснить причину, почему случилось вот так, почему решил сделать так, почему не хочет это. Ну, ей это не нравилось. Она говорила, что даже Татьяна меня и не слушает, и я не справляюсь. Нужно объяснять раз и навсегда. А раз и навсегда, это значит больно. Ну, седьмого у меня будильник зазвенел, я его, как ей показалось, очень долго отключала, так что она услышала и она проснулась. То есть мы должны были вставать, но мы должны были это делать так, чтобы они не проснулись. Хотя они жили на первом этаже, кухня на первом этаже, ванна на первом этаже. Она поднялась, у нас из-за этого произошел скандал небольшой, потом она ушла к себе, уснула и мы с Андреем тоже уснули. потому что я все равно понимаю, что в 6 утра это вставать. Она проснулась потом раньше нас. и с этого момента началось. на самом деле это все вспоминать очень сложно. я и на суде, я все это время в СИЗО, каждый день, естественно, я вспоминала и на суде старалась держаться, потому что я понимаю, что нужно рассказывать. и несмотря на то количество раз, которые я про это рассказывала, мне очень тяжело. В общем, скандал начался с утра. Я буду вам так рассказывать где-то без каких-то подробностей, просто в общем. Потом все более или менее поутихло, должен был приехать Никифоров забрать дочь, потому что Крыловый должны приехать, были в гости. Он приехал, приехал тот человек, который должен был приехать. До вечера он пробыл, приезжал еще другой человек, который помогал, должен был заниматься строительством ее дома. Вечером мы вместе с ней поехали отвозить этого человека. Она почему-то об этом не говорит, не говорила ни в наследстве, ни в суде. Она утверждает, что все это время в течение дня я избивала Андрея. Тот человек находился в таком состоянии, что он действительно не помнит вообще. Отвозили ли мы вместе, ли он сам уехал, была ли вообще дочь Татьяна там или не была. И потом мы уже когда ехали, мы были за городом, у нас абсолютно не из-за чего произошла ссора. За несколько дней до этого мы с ней очень сильно поругались. Она забрала мой телефон, больше я его не видела. Ссора произошла у нас крупная достаточно. Потом, как и в качестве извинения, она недорогой телефон приобрела, что вот с извинениями, что прости, извини. Раз я тот выкинула, значит я... Вот на первое время вот этого тебе нормально будет. Нормально. И получилось так, что я позвонила маме и сказала, что я телефон потеряла. И пока буду звонить либо с домашнего, либо с телефона Крыловой. Но когда появился у меня телефон, я маме так и не сказала, что я восстановила сим-карту, телефон. И мама позвонила на телефон Крыловой. Я вышла в магазин, набрала маме, поговорили с ней, объяснила, что да, все нашлось, все хорошо. Я села в машину, она меня спрашивает, зачем моя мама звонила ей. Я сказала, потому что она не знала, что я восстановила. На что начались убеждения, что нет, ты сказала, ты мне говорила, что ты сообщила всем, что у тебя есть телефон. Я говорю, я единственный раз звонила с домашним, больше я не звонила. И получилось, что из-за ничего переросла в очень большую ситуацию. И получилось, что из этой ситуации я вру, я сама не знаю, что я говорю, я не могу ничего запомнить, о чем я говорила и так далее. Вроде бы к приезду Никифорова должно все было успокоиться. Но нет, мы приехали домой. Все как обычно было. Ужин начали готовить. Ну а затем Андрей, я думаю, что он просто не хотел ей ничего говорить, ничего пересказывать. То есть, когда мы были вдвоем, он замечательно читал, замечательно пересказывал. Все получалось. Не было напряженности в ситуации. Но здесь, я думаю, что он просто впадал в ступор, потому что, наверное, страшно. Потому что мы, так же, как и я, знали, что любое слово неправильно сказанное не к месту могло сугубить совершенную ситуацию. Я понимала, что что-то происходит не то, но я не могла понять, что происходит. Я никогда не употребляла наркотиков. Я никогда не уходила в запои, как это утверждает Крылова. Но даже многие из тех, кто нас видел, и соседей, я знаю, они общались и с Евгением Константиновичем, и с мамой, и с моими родственниками. Они говорили, что Даша, она как заторможенная, как не пьяная, но как заторможенная все время была. Так, да. Я теперь, теперь я это вижу, теперь я это понимаю. Я не могла, если бы мы встретились с вами раньше, я бы не смогла сидеть и смотреть вам в глаза. Потому что мне было неловко, мне было даже стыдно, потому что было страшно. Мне казалось, что что-то происходит, да, что-то страшное, но я не могу понять. Я себя, в тот день я видела себя со стороны. Как экспертиза показала, что ни наркотиков, ни алкоголя у меня в крови не было вообще. То есть, да, они выявили состояние, состояние одурманивания ненаркотическими веществами. Но что это за состояние, следователи не стали выяснять. А вы это как-то можете объяснить? Нет. Таблетки. Таблетки, да, там, которые я утверждала, что я выпила кетарол от головной боли. Да, их там нашли. А что еще? То есть, не стали даже выяснять, разбираться. То есть, и так еще не что просто не обратили на это внимание. А вы это как-то можете объяснить? Нет. Я не следователь. Я не юрист. И не эксперт. И не эксперт. И не психолог. Я это объяснить не могу. Я вижу со стороны себя, я выполняю какие-то указания по-другому, потому что у меня слово не находится. Вот именно указание. Возьми. Подойди. И все время, это даже видно на видеозаписях из больницы, о том, что никаких реакций ни на что у меня нет. Я не разговариваю, я могу ответить только-только да или нет. Движения заторможены. Движения заторможены, реакции на все тоже заторможены. То есть ничего. Я просто сидела и смотрела в одну точку. Врачи тоже об этом говорили, которые были в больнице, они тоже видели это состояние. Поэтому изначально они думали, что это Крылова, мать Андрея, потому что все беседы вела с ними она. Она даже документы заполняла от своей руки и поставила свою подпись, как я это вспоминаю. Но потом врач сказал, что все-таки мать должна подпись свою хотя бы поставить. О том, что Андрея не стало, конечно же, мне сообщила врач. Но я это не восприняла как реальность. Да, где-то я понимаю, что да, это действительно так. Одна половина меня это понимает, вторая половина меня не понимает. что это вроде бы как этого быть не может. Так не бывает. Я окончательно в этом убедилась только когда, когда приехала на кладбище. На следующий день после того, как меня освободили. Ну и убедиться это я убедилась, но я не понимаю все равно. Но я понимала и понимаю, и понимать я это буду столько времени, сколько я буду жить. То, что я виновата. Я виновата во всем, что случилось с Андреем за последнее время. Я и только я. Да, где-то на людях, возможно, маска спокойствия, маска того, что все нормально. Нехорошо, нормально. Ну, а сама с собой наедине. Я... Каждый раз я прокручиваю все. Я ненавижу себя. Что случилось? То есть там с чего-то началось и как-то... Да, все началось вот именно с того, что я не смог пересказать. И началось с того, что она его просто толкнула. Но она не остановилась. И я не смогла ее остановить. Вы пытались? Да. Также, конечно же, проводили экспертизу на телесные повреждения у меня. И эксперт установил, что видимых на открытых частях тела их нет. Конечно же, мне задавали этот вопрос на суде. И следователи задавали. Но почему нет? Но я на самом деле не знаю, почему нет. Потому что 31 декабря я обращалась в травмпункт с ушибом позвоночника с очень сильным. И тоже видимых повреждений нет. Хотя я не могла ни встать, ни сесть. Травма была такая достаточно сильная. То есть... Но никаких синяков. У вас были эти первые? Да, мы поругались с Крыловой. Она меня толкнула. Я упала в этот момент. Стояла на стуле. Снимала гирлянды. Потому что у нас праздник отменился резко. Да. И... Чтобы собраться в травмпункт, мне помогал деваться Андрей. Потому что я... Не могла не идти. Не одеться. Седьмого, получается, когда вы пытались ее остановить, тоже вас толкнули? Или что-то происходило? Да. Да. Я ударилась головой. У нас там стоит шкаф, купе. Там углы острые. То есть... Край. Об это место ударилась. То есть... Это все... Быстро. Мне... На самом деле, мне казалось, что это все так быстро произошло. Буквально... Ну... Максимум полчаса. Ну, на самом деле, это было так долго, когда я сама стала детали вспоминать. И... Когда вспомнила уже после этого экспертизы, пришли, ознакомились с экспертизами. Да. Это подтвердило мои воспоминания. Именно время. Время... Во времени я не ориентировалась вообще. Я знаю, что это был вечер. Я толкнула потом бить. Да. Потом, когда я поняла, когда... Кифоров уехал. То есть он приезжал, привозил дочь. Он в процессе приезжал? Нет, она вроде бы успокоилась, потому что она знала, что он должен приехать. Она уже вроде бы как вспышка начала проходить. А с Андреем в этот момент тоже что было? Андрей был на втором этаже. После этого она меня не пускала в какой-то определенный момент. До приезда Никифоров она меня туда не пускала. То есть не ходи, иначе будет хуже. И как... Да, действительно будет хуже. Потом приехал Никифоров. Я была на улице. Он туда зашел. Я не знаю, что мне там разговаривали. Но после этого у нее опять... То есть она начала заводиться. Видимо, о чем-то они поговорили, что ей не понравилось. Она начала заводиться. И все начало продолжаться. То есть Андрей был раздет. Она начала его одевать. Уже когда экспертиза пришла, и согласно времени экспертизы она продолжала бить у мертвых. То есть это я узнала и поняла только тогда, когда пришло время предположительной смерти. Я хотела забрать Андрея и уйти. Но я поздно... Я поздно... Я поздно... Я знала, что он... Он как-то странно дышит. Я крикнула, что Андрей не дышит. Она внизу была. Я сказала, что он не дышит. И слава богу. Я скорую вызвать не смогла. Я просто забыла, как это делается. Какой номер надо набирать. Она вызвала скорую. Как уже потом я узнала, что она сказала в скорой. Ребенок упал с лестницы. Но скорую не стали дожидаться. Я потом уже, конечно же, мои догадки, но я потом уже поняла, почему мы не стали дожидаться скорую. Потому что скорая приехала бы сразу с полицией, скорее всего. Мы поехали в больницу. Андрея забрали врачи. И с этого момента я больше его не увидела. Она уезжала домой. Таня оставалась дома. Она сказала, что я сейчас Таню одену и мы сюда приедем. В это время, пока ее не было, мне врач сказала, что Андрей умер. Я позвонила Крыловой и сказала, что мне врач так сказал. Я не помню, что она мне сказала, потому что я просто убрала телефон. Опять же, как она говорит следователям, потому что Андрей умер, она узнала только на допросе на ее. Восьмого числа вечера. Хотя за это время и смотр квартиры проходил. Потом меня забрали в РОВД для выяснения обстоятельств. Крылову тоже хотели забрать с собой. Она приехала без дочери. Но она сказала, что она с ними не поедет, потому что у нее дома дочь одна. Ее отпустили. Хотя следствие уже знало. На тот момент это еще не следствие было. Оперативные сотрудники, следователь. Но это я всю информацию беру из документов, из материала в дело. На тот момент им уже врачи сообщили, что смерть криминальная. И был известен адрес. И отпустили. Она уехала домой. Спустя несколько часов мы приехали на место осмотра. Были постираны многие вещи. Еще машинка стирала вещи. Была убрана. Переставлена. Следствие было везде. Кроме той комнаты, в которой жила Крылова. Туда она их не пустила. Просто сказала, что нет, вы туда не зайдете. И они туда не зашли. На первом осмотре даже нет этой комнаты. По первому осмотру можно сказать, что комната только есть жилая на втором этаже. Хотя из коридора прямо видно дверь в комнату. Затем, когда осмотр закончился, квартиру не опечатали, мне осталось Крылова. Крылова переехала на следующий день, вот 8-го числа, после обеда, она уехала оттуда. Я так понимаю, что никаких орудий убийства, которые могли бы с достоверностью указать, кто совершал, следствие не нашло, могло найти? Следствие могло найти одежду Крыловой, в которой она была в больнице, на которых видно очень большое пятно крови. Следствие могло, наверное, потому что это следствие, как я раньше считала, что все разбираются и просто так ничего не проходит. И я почему-то считала, что сколько человек на месте происшествия, на месте преступления, столько человек должны проходить определенные экспертизы. То есть у меня сразу же, на следующий день меня повезли по всем возможным экспертизам, то есть в наркодиспансер, на медсвидетельствование, делались срезы ногтей, под ногтевого содержимого, которое показало, что у меня нет следов Андрея под ногтями. У нее не сделана ни одна экспертиза, не проведена, кроме дактилоскопии, отпечатки пальцев снимали, и то где-то в мае. Ну, просто потому что там на бутылке оказались следы не мои. То есть моих следов на бутылке виски не было. Там оказались ее следы. Только вот за этим. Все. Было сделано упущение. Да, упущение мной, что я не говорила. Я молчала. Я не рассказала. Я не показала. Почему? Вы взяли вину на себя. Почему? Потому что я виновата. Здесь три причины, которым я это сделала. И первое, потому что я виновата. Получается, что Своей вот этой беспомощностью какой-то перед событиями по морально-этическим каким-то нормам, получается, что это я убила своего ребенка только чужими руками. Потому что я довела до этого, и я никак не смогла оградить его, не оградила. И мысль у меня была о том, что это первая причина. Вторая причина это то, что я я хотела покончить жизнь самоубийством. Я знала, что дома я этого сделать не смогу, потому что там будут родственники. Мне вот почему-то мне казалось, что вот именно сейчас меня закроют в какое-то непонятное помещение. И там и там это сделать так легко и просто. Потому что жить-то больше незачем. Смысла-то нет. еще одна была причина, мне было страшно. Опять же, вот в этом находясь состоянии того, что я грубо говоря, я никто. Вот есть вещь, а есть хозяин. Вот я вещь. и того, что страшно сказать о том, что да, это она сделала. Есть след, есть вот, есть сотрудники полиции. Они же ведь разбираются. Они же ведь разберутся. И они поймут. Несмотря на то, что я сказала. «И по своим соображениям, вот именно по душевным соображениям, сказав, что это сделала я, я сама себя наказала, сама себя посадила в тюрьму. И по моим ощущениям, это правильно. Это было до того момента, когда меня освободили. Это было мое наказание вот именно за мое бездействие. Потому что я находилась абсолютно в тех же условиях, что и все. надежда была на следствие. Очень большая надежда. Как у меня, так у моих родственников. Ну, это была большая ошибка. Надеяться. До определенного момента. Потом, спустя какое-то время, когда и психолог со мной поработала, уже началось восстановление именно в другую сторону. У меня мама на свидание как-то пришла. У нас был период такой, что мы долго не виделись, потому что следователь не подписывал разрешение. И где-то несколько месяцев мы не виделись. И... да, мы виделись с мамой, наверное, в июне. А следующий раз где-то, наверное, конец октября, начало ноября. И мы с ней разговариваем. Она сидит и смотрит и говорит, вот теперь я вижу, что это та Даша, которая была много лет назад. Такой же открытый человек, не замкнутый, потому что я была замкнута, я отстранилась от своих родственников. Убеждение того, что только она может помочь, только им мы нужны, потому что вот она нам помогает и тем, и этим. А мои родственники вроде как и не помогают, и не приезжают. Это убеждает. Дарья, когда вы отказались от своих показаний первоначальных, что вот... 9 февраля на проверке показаний на месте происшествия. Почему отказались от них и как отреагировали следователи на это? Следователь схватился за голову, насколько я помню. Потому что меня как привезли из РУВД, ой, не из РУВД, а из больницы детской до 4 часов утра 9 февраля. Кто-то все время был со мной, все это время я не спала, не ела. Я помню только то, что я очень много курила. и все время по каким-то следственным действиям. То есть то на одну экспертизу, то на другую, то на третью. И только в 4 утра меня привезли в ВВС и только тогда меня положили на кровать. Почему я изменила показания? Потому что, вы знаете, как изначально я описывала те события, которые я видела, которые я помнила, которые она делала от себя. То, что я видела. Вы говорили, что вы ребенка. Да. Выражение лица моего, у меня не было никаких эмоций. У меня был нервный тик, у меня дергалась одна часть лица. У меня была похожа, наверное, на какое-то растение. То есть я смотрела в одну точку. Да, следователи задавали вопросы, я на них отвечала. А потом щелчок произошел. Если можно так выразиться, да, такое сравнение. Я очень долго собиралась с силами. Мне было страшно сказать, что это сделала крылого света. но я это сказала. Самое интересное, что я потом себя ругала за то, что я так сказала. Потому что получается, что я сдала ее. Вот так психологически был настроен мой мозг. Думаю, что лучше бы следователи сами об этом узнали, чем я сказала. И с этого дня я каждому, кто бы меня не спросил, где бы меня не спросил, когда бы меня не спросил, ответ будет один и тот же. с этого дня, с этого дня, имею ввиду 9 февраля, показания мои не менялись, они только добавлялись новыми фактами, которые я вспоминала в ходе следствия, в ходе обдумывания, воспоминаний и так далее. Следователи, да, приходили, допрашивали, но как-то поверхностно, и причем были такие моменты, что я поняла, что ей верят на слово, а мне не верят вообще, и это не важно, о чем именно я говорю. Такой был пример, что меня следователь спрашивает, что вообще справляла ли я когда-нибудь Андрея дни рождения вообще за всю его жизнь. Новый год, елку-то мы ставили хотя бы когда-нибудь. Но я сначала вроде бы как конечно у нас фотографии есть. Каждый Новый год это костюмы и в садик и дома, каждый год елка и фотографии есть. Каждый день рождения у нас все родственники прабабушки, бабушки все, в том числе и Крылова, моя сестра, ее муж. У меня следует спросить, а у вас что, еще и сестра есть? Я говорю, вообще-то да, двоюродная есть, мамы не стали по родственникам почему-то пробивать. Не знаю. То есть из родственников знают, что у меня есть мама. Из родственников опрашивали моих только мою маму. И получилось так, что открытым текстом мне сказали, что мне не верят, что я Андрея справляла дни рождения. родственники. говорю, тут вы родственников узнаете, когда были, где были, что было, как было, кто присутствовал, фотографии попросить. У них это все есть. Но этого делать не стали. Потом в показаниях я читаю, что она просто в показаниях так говорила, что я никогда не отмечала на выгодание, дни рождения. и родственники вообще мы не нужны были никому, ни маме, ни бабушке, что никто к нам не приезжал ни на дни рождения, никуда. Хотя она сама была вместе с ними. Даша, помните, что Кровова говорила по пути в больницу? Она говорила что-нибудь? Да. Я не знаю, поняла она или нет. Я думаю, что она поняла, что умер уже. Она резко собралась и сказала, что мы сами поедем. И мы поехали. Я позвонила узнать, какая больница принимает. потом полпути такую фразу она мне до сих пор. Она, конечно, с матом, но я думаю, что ее нужно сказать. Она сказала, что новый пидорасы я вам устрою крадобалет. и вот эта ночь сейчас начнется, что сейчас начнется, а потом просто скажи, что это ты, что вот так-то, так-то, что из-за того, что плохо учился, скажи, что ты, тебе ничего не будет. пацана выпишут, я говорю, ты понимаешь, что у меня его опека заберет? У меня не было мысли о том, что Андрей может умереть, о том, что у меня его опека заберет. Ты понимаешь, что вообще произошло? А что она сказала, что с опекой мы вопрос решим, что все будет нормально. Главное, чтобы меня в психушку не забрали, потому что оттуда она не сможет меня достать. Светлана, какие большие связи с опекой и с какими-то органами? У Никифорова есть связи с опекой, с администрацией, с опекой не знаю, знаю, что с администрацией, и АБЭП, и прокуратура. Есть много связей, так же, как у нее. То есть, в общем-то, страшные люди. Они страшны, она страшна не своими связями. Никифоров в нашей с Андреем жизни особой роли не играл. Нам он плохого ничего не делал за то время, когда жили вместе, когда он приезжал. Он приезжал иногда с ночевой, на все выходные. То есть, нам никогда он ничего плохого не делал. И на суде он рассказал правду все про меня. Он рассказал о том, что я никогда Андрея не била, никогда на него не кричала. Зачем человеку постороннему врать? Мы не кто друг другу. Крылова ему кто? А Крылова она первый раз била Андрея вот в этот раз? То есть, до этого были случаи? Да. Это постепенно, постепенно, все больше, больше, больше. Все чаще, чаще. Подрались с ней. Мы уходили из дома ненадолго. Когда-то просто на полдня где-то по городу ходили, но возвращались. Когда-то уезжали с ночевой, но возвращались. Она практически каждый раз просила прощения, говорила о том, что она больше так никогда не будет делать, что все нормально, что она ищет квартиру, чтобы разъехаться, что вот-вот буквально на днях все. съезжает, потому что так больше невозможно, потому что такая обстановка напряженная. Мы будем жить своей жизнью так, как мы хотим. и все. Мы с Андреем очень медленный человек. Медлительный. Не медленный, медлительный. Я многие вещи делаю медленно. я не активный человек. Андрюшка тоже такой же. ее это раздражало. Там, где нужно ей 10 минут, я сделаю за 15 или за 20. раздражало. И действительно, и как-то искренне она говорит о том, что все будет хорошо, что все закончилось. Все, это был последний раз. и у Андрея она просила прощения, и у меня просила прощения. Могла неделя пройти, могло две пройти. До какого-то срыва. 7 числа вы говорите, что пытались остановить ее один раз, два раза. Вы говорите, что даже по вашим ощущениям это было полчаса, по экспертизам, судя дольше. Что происходило? Как вы пытались ее остановить? Что она вообще делала? Получается, что она меня сначала пошла наверх, она меня вытолкала с лестницы, и я с лестницы упала. А потом, а потом там скользкий линолеум, я была в шерстяных носках. Я выбежала из больницы, когда появились в носках тапочки. Я не удержалась, ударилась этой областью, ударилась об шкаф. Сколько времени? Как и что? Но я не помню некоторые моменты. Я помню только ключевые моменты, где, что, последовательность тоже мне приходилось, были обрывки. И последовательность приходилось вот именно по шагам вспоминать, где, кто был, где, куда, кто в чем был. и это не сразу у меня получилось. Я пыталась, но я оказалась морально слабее, оказалась физически слабее. на руками и руками, и держа руками, и предметом, то есть экспертиза установила, что был тупой предмет. Вы этого не видели? Или видели? Некоторые моменты я видела. То есть был такой период, что ванной закрылась на замок. Я не могла попасть в ванную. Я это слышала. я видела потом уже. Когда вспоминала вот это движение. Вот такое движение с тряпкой. Она была в короткой футболке с коротким рукавом. И вот такое движение когда она вытирала кровь. я понимаю, что что-то происходит, но я не понимаю, что происходит. Я не знаю, как это объяснить. Я не знаю, как это донести, как это объяснить. и, к сожалению, не знаю. то есть, о том, что Андрей уже умер, вы поняли в больнице, когда нам доктор сказал? я это не поняла я это услышала но я этого не поняла и в кабинете у следователей я этого не поняла мне казалось что это они просто так говорят потому что им надо узнать что-то сейчас время пройдет они мне скажут да все хорошо как вот если сравнение проводить только какое-то кино кино со стороны смотришь и непонятно даже смотрите вот сейчас после того как прошел суд присяжных после того перестали быть обвиняемый вердикт внесли оправдательный вы переходите вероятно в разряд свидетелей какие-то угрозы вы чувствуете со стороны этой женщины которая была рядом теперь потому что два человека было если вас оправдали получается автоматически что нет я не чувствую не за собой а по отношению ко мне дело в том что вот это время которое я находилась под стражей единственное что самое страшное что это такой ценой я многие вещи поняла и по-другому стала воспринимать все всех и по-другому стала жить вот единственное что это ждать это очень большая плата за это поэтому знаете когда человек переживает вот такие страшные события подобные они боятся больше нечего потому что и в тюрьме есть люди которые готовы прийти на помощь и в конце концов в тюрьме люди видят людей и несмотря на мою статью очень страшную для женщины многие относились очень хорошо даже ждали где-то какой-то помощь даже просто ждали какого-то доброго слова поэтому мне показали на что я способна мне в конце концов показали кто я на самом деле есть про угрозы нет мне не страшно даже если они есть в чьей-то голове как вы считаете справедливость в этой ситуации возможно еще восстановить чтобы и преступник поднялся наказание а вы имеете ввиду следственные органы прокуратуру суд закон вы знаете с тем что с теми материалами дела с теми доказательствами которые собраны несмотря на то что доказательства доказательствами не было прямых только косвенные в основном это были основывалось все на показаниях главного свидетеля потому что все остальные свидетели говорили только в целом хорошие про наши отношения с Андреем самое главное не важно кто да можно скептически отнестись к родственникам но у меня единственный родственник это мама давала показания да и на стадии защиты сестра мы в основном все свидетели обвинения были чужие люди которые с которыми только по случаю приходилось общаться и они рассказывали об отношениях наших с Андреем в прокуратуре и вообще следственным органам гораздо проще вернуть меня обратно в СИЗО я так считаю потому что очень много страниц написано очень много фотографий приложим по крайней мере здесь есть с чем работать да возможно произойдет второе чудо и крыловую посадят и знаете несмотря ни на что продолжаю все таки верить в чудеса даже если они случаются не так сразу как ты этого хочешь как будет себя вести конечно прокуратура следственный комитет я не могу даже предположить я и не даже и не хочу думать а вот если они случаются не так сразу как ты этого хочешь если будет так а если будет так есть сегодня и сейчас с крыловой вы не общались больше? нет она хотела конечно же проявить наверное великий жесть помощи это было в начале у нее на тот момент по крайней мере буду говорить про тот момент был адвокат который вел ее все дела все конфликтные ситуации все разбирательства и один раз он ко мне пришел и сказал что Светлана Анатольевна готова меня нанять для вас ну что я сказала что мне Светлана Анатольевна не нужно ничего следствие он рассказываю информация не официальная со слов следователей они даже получается что следователь приходила и так интересно она сказала что а ты как переживаешь что вот ну вы переживаете что нет с вами теперь крыловой я говорю а вам за что я должна переживать но ведь она для вас столько сделала я говорю да она для меня много сделала до того как она сделала самую страшную вещь я говорю и я должна как то ну вроде как ты должна была благодарность я до определенного момента была благодарна за многие вещи которые сделала она для меня я не знаю благодарна ли она за те вещи которые я для нее сделала хотя хотя я ничего и не делала это это уже не важно и вот это меня совсем поразило а она ведь плачет что тебя нет я говорю а она платит что андрея нет какой как то интересно верят на слово ей верят на слово вообще не проверяя ничего за время моего нахождения в сизо ее несколько раз пускали в квартиру она забирала свои вещи и ребенка вещи и на слово ей верили о том что техника встраиваемая кухонный гарнитур ее отдавали следователь решил отдать на хранение шубу мою когда он узнал что я ее обвиняю то есть никто не догадался о том что у меня есть родственники бог с ней с этой техникой здесь дело не в самой технике а дело в том что еще сверху вот это наложили слово некрасивое но по-моему они наложили все таки самое страшное то что ее не рассматривают получается что убийца остается не наказанным да и в общем то есть еще маленький ребенок собственно есть какие то вот люди которые соседи есть люди их не слушали их не слушали и не слушают мне потом уже стало известно после того как меня освободили о том что писали очень много заявлений после этого и вообще писали заявление и спрашивали ответы я не помню в какой именно отдел полиции или может быть следственный комитет я не помню куда им написали им отвечали что заявление на нее не поступало куда делись заявление скажите вы общались после процесса с отцом андрея смог ли он простить вас да я отвечу за него простить он меня не смог потому что я сама себя простить не могу и меня простить не может ни кто из моих родственников вот именно за то что я это допустил поэтому вот именно эта часть отношений да именно не прощение она осталась между нами все и и она останется да меня любят но когда вспоминает об Андрея меня ненавидят точно так же как и я сама себя это неизбежно нет нет с Мишами не встречались я не знаю да что на ваш взгляд смогло убедиться у присяжных в том что вины на вас что вы не убивали Андрея представлялись во первых доказательств из которых не следовало что это сделала именно я там же экспертизы представлялись также вот эти срезы оглашались что какой генотип следы потому что следы крови где найдены где не найдены также оглашалось что и мои следы крови найдены на многих вещах в тот день хотя у меня видимых повреждений нет ну например даже на детском ремне есть моя кровь нет крови Андрея есть моя во вторых мы с Евгением Константиновичем выбрали моменты когда я буду давать показания именно на стадии защиты после того когда они смогут выслушать всех без нашей точки зрения без нашего видения без нашей правды без без каких-то ощущений без эмоций без моих чтобы они послушали абсолютно посторонних людей они послушали крово не посмотрели видеозаписи и только потом они услышали меня на последнем слове я не просила меня оправдать я скажем так не оказывала такого давления не выпрашивала я просто рассказала то что мне есть рассказать как-то логично подытожила последним словом и думаю что все вместе и доказательства и слова людей видите ли дело в том что когда читаешь на бумаге там же мы не можем проследить ни интонацию ни эмоции мы не можем видеть когда приходит живой человек и рассказывает можно проследить искренне он не искренне обвинение предоставило очень много свидетелей там были и учителя и психологи из школы и врач-педиатр которая Андрея с самого рождения вела пока мы жили на Кулагин то есть она у нас часто бывала дома ну часто по того как Андрюшка болел то есть знает нас хорошо но при том мы не имеем никаких отношений и я думаю что все эти люди они они повлияли своими эмоциями своими своим видением видением того что они видели конечно же все это вместе это и дало такой результат Даша вы сейчас планируете чем дальше заниматься? то есть оставаться в городе куда-то уехать? однозначно оставаться в городе я не скрываюсь я не меняю внешность я не прячусь ни за кем ни за чем я живу в своей квартире я иду открытую жизнь с первого дня мне потому что нечего скрывать мои родственники пока я была в СИЗО они так же ни от кого не скрывались так же продолжали ходить подняв голову несмотря на то что обрушилось многое и много негатива со стороны людей и понятно поэтому сейчас можно так сказать что я наверное возвращаясь на 8 лет назад потому что мне нужно все строить заново забирайте семи детей я очень это хочу это моя больная тема но сейчас есть дети родственников друзей знакомых которые как ни странно наверное для это у меня шутка такая черный юмор для человека которого обвиняли было такое страшное обвинение дети тянутся даже те которые меня не знали что все это будет впереди а для этого нужно жить потому что опустить руки можно но только поднять их потом будет очень трудно и вот этот период в СИЗО был направлен на то чтобы руки поднялись с сможет спокойно жить знаю что кровь живет спокойно несет наказание или будете как-то добиваться чтобы конечно же когда вопрос с моим приговором будет окончательно утвержден когда он вступит в законную силу пока еще правда неизвестно когда это будет когда дело будет на новое расследование передано я буду делать все что возможно и я знаю что окажутся люди которые будут готовы пойти и рассказать то что они не могли прийти рассказать ко мне на суд а есть какие-то неизвестные факты но они меня не касаются они касаются только ее самое главное наверное чтобы никто никого не боялся и не опасался это наверное самое главное поэтому это будет потом это будет как бы не хотелось это говорить это будет может быть покажет только время но я пока одной ногой я дома но другая нога еще не ушла из СИЗО пока не вступит в законную силу приговор пока Верховный суд не отменит протест или апелляционную жалобу прокуратуры когда когда вы вышли из зала куда вы первым делом пошли получилось так что никто из моих родственников не знал что в этот день в принципе так же как и я не знала что будет именно в этот день оглашен я поехала на обычное заседание и Евгений Константинович меня подождал пока все нужные документы оформят и мы пошли на Воскресенскую гору я очень люблю это место я очень люблю каменную мостовую мы пошли туда потом приехали потом уже дозвонились для всех и мне приехали забрали оттуда на следующий день потому что меня получается забрали уже около 7 часов на следующий день с утра мы поехали вы сами Андрей никогда руку не поднимали? вы знаете сказать что руку поднять нет были какие-то как у любого родителя я думаю что все через это прошли и дети которые стали взрослыми и взрослые у которых свои дети да где-то за какую-то шалость там что это как это шлепок да мне не знаю как это нагоняй легкий вот таким вот образом я выражусь меня воспитывали меня в детстве не били со мной договаривались и я понимаю что договориться то можно так же как мы с Андреем всегда договаривались у нас никогда не возникало в магазинах да были когда было поменьше были какие-то моменты капризы не чуть старше он когда стал могли абсолютно легко договориться купить не восемь чупа-чупсов а один без скандалов и причем он всегда понимал неважно какая причина либо что-то другое мы выберем лучше он всегда заходил в магазин и первым делом шел и брал банку кабачковой икры но избивать нет